Итак, друзья, третья решающая карта в этом противостоянии. Фурия и Спортс против героев. Кто же сильнее и кто продолжит борьбу за 50 тысяч долларов? Историческое противостояние продолжается. Все-таки это первый матч в истории этих команд. Head to head. И все-таки будет три карты. Очень близкий, очень напряженный, очень драматичный матч, по сути. Карту Мираж, карту команды героев отжали бразильцы. После этого достойный, более чем достойный ответ в исполнении датчан. Ну и третья решающая должна быть максимально интересной. Я тут порылся в статистике. У бразильцев вообще плохой расклад. По инферно. Ну, процент побед вроде бы одинаковый. Количество сыгранных карт очень близкое. Но с кем играли одни, с кем играли другие, немножечко, наверное, нельзя сравнить. Ну, вообще, в принципе, если сравнивать героев и команду Фурия, то здесь однозначно опыт и молодость. Плюс амбиции, конечно же. Ну, незабываемо, опять же, все-таки не так давно последний игрок. Пятый появился у героев. Опять же, тренер-то чуть больше месяца работает, и команда будет играть и дальше все сильнее и сильнее. Ну, давайте для начала посмотрим, выиграют ли сегодня Фурия ножи. Хотя бы одни. Да, хотя бы одни. Но и, конечно, сейчас все зависит от Андрея, от арта, капитана команды Фурии. Сейчас вот его авик, ну, он должен работать. Он должен делать фраги, он должен искать энтрикелы, он должен менять позицию. Он должен быть просто великолепен, чтобы сейчас обыграть датчан. Датчане, я считаю, что это, наверное, одна из самых лучших карт героев. Ну что же, первый шаг есть. Фурия наконец-то выигрывает ножи. Соответственно, будут выбирать сторону, а ведь это третья решающая карта. И карта Инферно, если действительно выбрать свою, ну, по сути, которую вы считаете своей, правильную и сильную сторону, то можно вначале, ну, завожить фундамент к этой победе. Коэффициенты от наших партнеров, друзья. Ну, вы все видите сами, букмекеры тоже со мной согласны, то, что Инферно... Заметь, ЕС Бет где-то переобулся. В какой-то момент они увидели, что, вау, героик хладнокровно, четко после поражения на своем пике отжали карту оверпасс, и где-то они уже перехватили инициативу, соответственно, коэффициент на них немного меньше. Поехали, там 3б, и тут контр-раунд, сразу же играют, это фейк. Что они творят вообще великолепно у героев сейчас? Все будет, да, прописали здесь немножечко осилен, а нет, возвращается второй на б, но уже забирают стопера, жесть. Это был мотивационный лящ, по-другому это не назовешь соперники. Я именно про героев говорю, они осиленно отправили на вскрытие бэплента с хедшотом в затылок. Жестко, жестко, да такое вытащить сейчас очень сложно, ну, конечно, теоретически возможно, но... Ну нет, Адам Фрайберг, есть минус, размена тейбла. Там как раз не хватило еще одного игрока на банане, вот не вовремя выпали, не было какого синхронного. Ну ты, знаете, так уходит, с кафеля понимает, что агрессия здесь ни к чему, лучше сыграть на верочку, ну и, собственно, это момент, который позволит с большой вероятностью героикам одержать победу в этом раунде. Асилиан Мерц еще по минусу, ну и пистолеточка отправляется в актив датского коллектива. Ну что ж, хорошее начало вновь у ребят из героек, посмотрим, чем будет отвечать Фурия, и действительно, вот сейчас, если им прижмут вот эту экономику обороны, реально мы можем увидеть очень хорошую атаку в исполнении датча. Но им будет непросто, вообще в последнее время там много рылся по статистике, вот, грубо говоря, все равно 8-7, там вот топ команды, как-то довольно равно обе половины отыгрывает. Конечно, очень многое зависит от пистолеток и последующих форсов. Это, конечно, влияет на счет и баланс сторон, но, в общем-то, опять же, это то самое Инферно, да. Ну вот теперь главное не проиграть форсу команды Фурия, но это то, что касается героек и их фанатов. Форсированная закупка, сколько там ЦЗшек? Три ЦЗшки, два дигва, четыре армора, ну и вот он первый минус. Юрих врывается в дом, забирает из тага и оформляет численный перевес. Вот я очень не люблю вот эти вот соло-врывы где-то там на территории врага, когда ты знаешь, что у соперника форс. Ну зачем вот лишний раз вот так сильно разделяться и так вот далеко заносить девайс? Была контрагрессия. Фурия, находясь в защите с пистолетами, агрессировала на атакующие действия команды героев. Ну вот как раз в доме и стоит ожидать вот такого прилета, причем со всех сторон там еще может быть, еще и флешка может залететь. Очень такая опасная позиция, как для форса от соперников в защите. Кстати, посмотри, 50 секунд до конца этого раунда было 4 дыма у Фурии в распоряжении. Это огромное преимущество. От одного избавились. Еще три. Откинули под базу БМ. Давайте смотреть, заход на Аплент. Здесь три игрока обороны. Немножечко прогнали здесь игрока Арта. Ой-ой-ой, опасно. Ну, заметь, как грамотно дымами отрезают опасные позиции. 35 секунд до конца. Геройки, ну, где-то ошарашены всем происходящим. Они понимают, что в дымы идти не по шансам. Время есть. Все-таки дымы уже закончились. И сейчас просто перетяжка в шорт. Занятие Больших Песков Асилионом. Инфа, что куча игроков в планете. Но отличная стрельба. Юрия. А вот это провал. Как же так? Эйбл своего забрал. Два в два ситуация. Это Винник Сирата против Асилиона и Блейма. Но есть проблемы со здоровьем у игроков команды Героев. Но, с другой стороны, Асилион сейчас может спокойненько здесь отмансоваться. Потому что мы видим по миникарте, что не будет больших песков. Ковров, сочи, по коврам никто не идет. Пески будут. И даже шорт, возможно, никто не пойдет. То есть, главное, чтобы сыграл и Блейм. Сыграл сплунта, дал инфу. И Асилион вовремя вышел и дал кому-нибудь в ухо. Но мы видим, что ребята тоже контролят большие. Понимают, что здесь может быть соперник. Но тут, конечно, тайминги могут зарешать. Блейм 2 минуса, 2-0. Геройку стояли против форсированной закупки Фурии Спорт. Но это было максимально близко. Не разобрались с Калашом. Но, наверное, стоило бы дропать в руки и подбирать. Но как-то вот... Ну, знаешь, тут, наверное, стоит поаплодировать выдержки команды Героев. Вот, будучи отрезанными от ключевых позиций Аплента дымами, они выдержали эту паузу, нашли в себе силы, не стали рисковать. Ну, и на последних секундах ворвались в плент разменами. Вскрыли оборону Аплента, установили бомбу. И в итоге выиграли этот раунд. Ну что же, полный экономический в исполнении Фурии. Здесь, конечно, шансов еще меньше. Наверное, очень сложный такой вот полный... Наверное, самый сложный вообще в контр-страйке раунд. Это в защите с юспами. Но только какие-то грубейшие ошибки со стороны атаки могут позволить зацепиться за этот раунд. Итак, Зевс промахнулся. Или попал. 12% остается вот в тот момент, когда Зевс практически впритык не убивает. Немного больше дистанции. Ну сколько мы там раз в последнее время такое видим? Я вот за этот месяц уже таких моментов штук 5 увидел. Я тебе скажу так. Это реально есть. Чем дальше ты находишься от Зевса, тем меньше дэмэджа ты получаешь. То есть может ограничить там дистанцию. Ну, чтобы наверняка хлопал. По-моему, максимальное расстояние, которое цепляет Зевс, при этом он наносит что-то порядка 82 или 86% здоровья. Ну, мы недавно как раз разгрались в этот момент здесь за кулисами. То есть вот как раз-таки на пиковой точке практически находился игрок атаки от Зевса, бразильского игрока. В итоге выжил. Ну что же, за первые три раунда вот три игрока, например, у Фурии еще не отметились фрагами. Но это, опять же, только первые три раунда. Никакой драмы из этого делать не нужно. Найбл попадает. Юрий уже пару раз нам показал, как нужно стрелять. Ну и начинается основная игра здесь на Инферно. Еще раз упоминаем, это матч на вылет. Первое историческое противостояние между Фурией и героек. И проигравший покидает чемпионат. И сейчас вот, опять же, маю личное мнение, что у героев действительно хорошие шансы на победу на Инферно. Остаться в турнире и ждать проигравшего пары Spirit против Виндстрайк. Это завтра как раз первые матчи финала минеров. Вот тебе и быстрая атака на апплэнт. Мерц уже делает первый минус. Сейбл сбривает, постараются героев ворваться на базу максимально быстро. Ну, по-моему, у Юрика шансов не особо много. Как Авик в такой позиции оказался. Вот он, к сожалению, и не там, и не тут. И открыт, и просто вот не ожидали такого жесткого врыва от героев. Хотя это даже не три банана. То есть три игрока оставалось на апплэнте. Не успели отфлэшить, отзонить, там, от смолка накинуть. Решение, которое приняла команда героев, быстрый врыв на апплэнт, на первом оружейном, это как раз-таки то, чего меньше всего ожидает защита. Скорее всего, знаешь, логика героев была простая. Вот они видели 3б в пистолетке и, возможно, думали, что сейчас вновь будет там респаун, какой-то битва за банан, 3а5. И давайте законтрим их на 3б. Но здесь просто получилось идеально зайти. Мерц классно поставил хэдшот. Итак, все меньше и меньше ЕСБТ верит в команду Фурия Спорс. 3,3 коэффициента на победу бразильцев, ну и 1,3 на датчан. Кстати, наверное, вот, знаешь, те, кто застраховали свою ставку на Фурию Спорс, они, наверное, сейчас думают, какая же полезная опция есть у ЕСБТа. Мы в начале матча предлагали застраховать, потому что такой матч непонятный. Хотя после первой карты действительно казалось, что сейчас уже закончит Фурия, но... Большинство прогнозировало победу бразильцев. Букмейкер также был уверен. Ну, как уверен. Букмейкер давал где-то 55 на 45 в пользу бразильского коллектива. После победы на Мираже, наверное, все подумают, да, это изи катка 2-0, но нет. Нет, герои показывают характер. Поразмышляем. Я вот сейчас подумал, что этот турнир очень сильно поможет команде Фурия. Но вот я, с другой стороны, подумал, сейчас все посмотрят их демки, у парней будет не так много времени, их просто все уничтожат. Вот все-таки что им лучше было, понять свои сильные, слабые стороны, отыграть чемпионат, либо вот не палить и оставаться с этими проблемами? Мы увидели два оверпасса, мы увидели карту Мираж, и сейчас наблюдаем за картой Инферно. По сути, ну, не так уж и много информации они дали своим потенциальным соперникам. Соответственно, ну, огромная порция будет по карте оверпасс. Действительно, видно, что Фурия, скажем так, односторонне атакует на оверпассе, постоянно и регулярно вскрывая базу Б, пытаясь вскрывать. Ну, а вот с Аппунтом надо что-то делать. Возможно, вот как раз-таки тактики в направлении этой точки оставили Фурия на потом, а именно на мажор. Ну, знаешь, по сути, мы тут увидели, что пистолетку, вот первый оружейный врыв, и мы сколько раз видели Инферно, там, 6-0, 7-0, только начинается игра, и потом начинается ответ. Такое тоже часто бывает именно на этой карте, как именно, в принципе, на трене тоже иногда. Но опять же, все зависит от характера команды. Вот после того, что произошло на оверпассе, собраться в Фурии на Инферно будет сложно. Дебют проигран, третья решающая карта, ты проигрываешь пистолетный раунд, ты проигрываешь экономический раунд, точнее, форсированную закупку, которая была максимально близка. Ты пытаешься выиграть оружейку и также проигрываешь ее практически без шансов. Друзья, у Фурии минус Иннет, минус все 5 игроков на сервере, и надеемся, что эта проблема быстро пофиксится. Ну, с учетом того, что парни находятся на буткемпе, я думаю, эту проблему удастся решить достаточно быстро. Этого бы, по крайней мере, хотелось. Но в минус Иннет на базе кто-то попадет сейчас, явно под раздачу из менеджмента. Ну, вспоминая приключения Virtus.pro, дота-состава, когда менеджер не купил второй интернет, вот, ой-ой-ой-ой, бедняга на него повесили абсолютно всех собак. Да, ну, что поделать, друзья, такое тоже бывает. Надеемся, что Фурия как можно быстрее вернется в эту встречу, и, возможно, эта пауза им пойдет на пользу, и сейчас ребята как-то смогут перестроиться еще. Так, хорошая новость. Один из игроков возвращается на сервер, соответственно, интернет появился у всего коллектива. Это действительно хорошо. Возможно, это та самая пауза, которая нужна Фурии, которая позволит сбить игровой темп на строй команды-героик и, ну, как-то вернуться в игру бразильскому коллективу. Ну, вот знаешь, тут где-то, возможно, даже с аналитиками нашими соглашусь, возможно, устали действительно парни там буткемпиться, тренироваться. Ну, много сил отдали, во-первых, на миноре американском, где заняли второе место и прошли на мажор, соответственно. Их стикеры мы увидим у себя в инвентаре совсем скоро. Дальше что? Дальше был, опять-таки же, больше процесс подготовки, ну и, конечно же, вот тот самый турнир, опять-таки же, игровая практика, которая так нужна сейчас команде Фурии. Просто там на мейджерах играли с утра. Вообще сам мажор, там могут быть утренние матчи легко. Я думаю, там сейчас расписание команды довольно рано просыпается. И, в принципе, уже такое вечернее время в Европе, чуть ли не ночное. Действительно, может быть, они сегодня уже 12-ю карту играют за сегодня. Кто его знает? Я не думаю, что это проблема. Я думаю, что вот как раз-таки это, наоборот, процесс закалки коллектива, который позволит им действительно сильнее выступить на грядущем мажоре. Кстати, по поводу команды, которая уже попрощалась с этим ивентом, это команда Гамбит. Сегодня парни были разбиты. Эти два трейна за атаку, которые начинали ребята, действительно зарешали на результат этого чемпионата. И сегодня, и вчера беда. С другой стороны, ты играешь карту трейн, и у тебя настолько, ну что ли, невнятное. Это, наверное, самое лайтовое слово, которое я могу подобрать. Знаешь, вот что вообще, трудно вообще понимать, что происходит внутри коллектива. Тут действительно только сами игроки могут рассказать, там, Андрей, там, Блэйд. Было бы интересно послушать. Но, возможно, просто не выносят мусор из хаты. И так вот с трудом, с трудом пытаются все-таки выйти на свой уровень игры. Но видно, что есть проблемы, видно, что многое не получается. И я надеюсь, что парни это переживут. И дальше будет та самая легендарная команда Гамбит, которая побеждает. Хотелось бы в это верить. Действительно, от чемпионского титула одного из мажор-турниров команда уже, скажем так, медленно, но уверенно катится в совсем ненужном направлении. Друзья, три игрока уже на сервере, нам сообщают. Поэтому, я думаю, совсем скоро мы вернемся на Инферно. Точнее, мы отсюда не уходили, мы остаемся. Но мы ждем. Ждем бэкапа и продолжения третьей решающей карты. Где же, где же наши ребята? Кстати, тренер уже на месте. Это тоже хорошие новости. Опять-таки же, это возможность сейчас донести больше информации, которую тренер сумел собрать за четыре проигнанных раунда. Что не получилось, где надо было додавить, где надо было быть, наверное, более внимательными. Но видим, что, опять-таки же, за счет опыта герои начинают очень уверенно карту Инферно. Это дополнительный лишний опыт ребятам из Фурии. И как раз иногда, когда все плохо, когда даже раунд и расстановка плохая за счет личных позиций, отыгрыша, за счет личных фрагов вытягивает такие сложные ситуации. Даже вот мы знаем, на Инферно даже в пассивном диффенсе этот раунд работает при определенных раскладах. Многие команды умеют сидеть пассивно по плентам и жестко навешивать, контрить гранатами все эти заходы. Ну, ты говоришь про первооружейный, да? Ну, вообще про оружейный раунд и про карту Инферно. Что, в принципе, можно даже пассивными раундами тащить есть такие команды. Но мы понимаем, что такое Инферно. Это постоянно должны выпады от авика быть, смена позиций. Это, конечно же, битва за банан вечная, которая бесконечно происходит. Ну, кстати, Леша тоже акцентировал на этом внимание. Но мы увидели пистолетный раунд в направлении базы БДА. Там была драка на банане и, ну, скажем так, ее выиграли герои. Причем выиграли без особых шансов. Да, пистолетка была попытка там сыграть три банан. А после этого как-то вот даже первооружейные даже не выходили. Вот ребята спокойненько два плюс три остались в точке. Просто в направлении Аплантап пробежались, продавили и без шансов забрали. Я говорю о защите. Возможно, там Роспатом не было выйти на банан вдвоем. Знаешь, возможно, они не хотели биться. Но мы просто следим за ситуацией на этой позиции. И, конечно же, смотрим, кто кого переигрывает мозгами, как говорится. Опять же, это, наверное, самая лучшая карта, где ты можешь разводить соперников. И на этих перетяжках, по-моему, чуть ли не лучше всего. Ну, одна из них. Знаешь, единственный такой вот момент, который меня смущает, это нестабильность снайпера команды Фурия и Спортс. То есть вот как раз-таки на карте Инферно, где мобильность снайпера и уверенность в его действиях, она бы как-то помогала и начинала. Ну, то, что необходимо получать уверенность, делать энтрифраги, раздобыть где-то большинство. Но я сомневаюсь, что Арт сможет это вытащить на себе. Все, кто играет, да, прекрасно понимают тот момент, когда ваш снайпер дает минус, его 5-4, сразу ваш плюс моралька такая появляется. И комбинация уже... Это не гарант победы, но это действительно очень приятно, когда ты начинаешь в большинстве. Ну, опять же, капитан, снайпер. Мы просто до этого не видели Арта, поэтому вот как-то вот... Со стороны кажется, что мы его очень сильно критикуем, друзья. Но мы видели просто вот первые два матча сегодня, вчера, там до этого квалификацию мы смотрели. Вот так, две карты он провалил, это первый оверпасс и второй оверпасс. На мираже он выглядел нормально. Да. То есть могу сказать, что там что-то было феерическое, но там он выглядел действительно хорошо. Скорее всего, сейчас на Инферно тоже должен показывать хорошую стрельбу. Но опять же, тут уже включились герои. Вот теперь уже мы видим эту команду, мы видим этот настрой, мы видим какую-то спортивную злость. И действительно, предыдущую карту, старт Инферно, это все выглядело очень круто в исполнении героик. Героик, так мы говорим на наш лад. Герои. Герои. Героические ребята. Ну что же, сейчас мы дождемся того момента, как нам настроят деньги, экономику, которая была. Уже все вернулись, судя по всему, на сервер. И вот-вот мы вернемся на последнюю карту, друзья. Это последний матч сегодня в эфире в рамках WePlay Lock and Load. Легендарное радио. Так, тоже и самое важное, это битва за выживание. Одна из команд покинет турнир. Героик было бы неплохо поиграть. Наверное, это такой еще чемпионат, да, потому что, опять же, с выходом на мажор все плохо. Знаешь, у Фурии действительно есть к чему двигаться дальше. У них на кону мажор, они готовят. У них есть цель. Они готовятся. По сути, этот турнир является очередным этапом подготовки к какому-то глобальному. Там, где команда может выстрелить, засветиться, получить новую поддержку. Я говорю про спонсоров в первую очередь. Самое главное, что не так часто ты сидишь на буткемпе в Европе и можешь просто играть в онлайн европейские турниры. Ну, кстати, то, о чем говорили ребята, команда, несмотря на то, что сама из Бразилии, тренируется в Соединенных Штатах Америки. Они, по сути, всегда на буткемпе. В Европе тут просто куча чемпионатов, ты сам знаешь. Тут ребята выбирают. Этот пойдем, этот не пойдем. Тут еще три параллельно идет. То есть играть можно с нормальным уровнем, с нормальными командами. С очень крутыми. И это разные стили. Это не только там своя американская кухня. Когда ты встречаешься с другим регионом, ты чувствуешь это. А с европейцами встречаться, это вообще интересно с СНГ командами, потому что здесь такой миг стиль, вечная война Европы и СНГ. Вот бустит эти регионы жестко. Так, ну что же, вроде бы все проблемы позади у Фурии Спорс. Готовы парни продолжать. Начало далеко не самое лучшее. Проигран пистолетный, проигран первооружейный. И это только начало третьей решающей карты. Да, пока еще нужно поиграть с экономикой. Немного поэкономить Фурии. Ну и, опять же, героик нужно играть аккуратно, стабильно и просто душить и дожимать своих оппонентов, друзья. Я веду к тому, что вот лучше сейчас не терять девайсы, не проигрывать СЗ-шкам и МПХи. Ну, постараются удивить бразильцы в этом раунде, однозначно понимая, что инициатива и преимущество не на их стороне, но все же... За четыре раунда убивает только Эббл и Юрий. Три игрока с нулем. Ну, вот то, о чем ты говорил. Начало это попытка агрессировать на банане, которая пресекается коктейлем Молотова. Да и особо парни не пытались действовать, ну, скажем так, с позиции силы. Пошел первый минус поджим ковров. На этот раз здесь все хорошо для атаки. Вот уже вдвоем работают. И все равно проблемы со ступеньками. Здесь Юрий и узкое пространство не дает разменяться. Нормально и минус два. Ну, парни, ну только что обсуждали. Ну, казалось бы, все хорошо, а вот один Юрий взял и развалил. Проблема у героев в этом раунде. Блэйм и Мерц вдвоем против троих. Ну, есть, конечно, маленький бонус. Всего-то навсего один девайс. Но вот отправляются именно к нему. Это Юрий, это АК-47 или нет? Почему там второй, который выходил, смотрел на ковры? Если там игрок, который выходил по ковре, он должен был смотреть ковры, должен был смотреть налево. Что произошло там только что? Ну, ладно. Это шанс для Афурии вытащить первый раунд на третьей карте. Ну, вот то, о чем мы говорили. Возможно, это пауза, собьет игровой темп команда героек, и датчане начнут ошибаться. Здесь очень важно, вот прочекают арта или нет. Если прочекают, с префом выйдет игрок, то раунд тащит героек. Мы видим калаш, который сидит на зелени на ланге, в нычке, и он не успеет притянуться. Ну, кстати, по позициям очень все грамотно. На главку Юрих не запускает. Укрепление базы Б, подсадочка. Ну, и второй игрок на холпе. Он в холпе или в тупичке? Я не обратил внимания. Так, четко проверил, будет ли размен. Мерц последний, попадает по ноге к Сирата, попытается добить. Нет, но тут уже все очень плохо. Тут и бомбу можно не поставить, оружие не поменял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, все, тут no chance. А где же... Что? Не заметил? Вот это да! Если Мерц его забирает, смена одевается. И все, зум включите, там банан. Один на один против Юриха. Итак, момент истины для команды Фурия и Спорт. Шаги от взятого раунда. И Юрих его забирает. Два минуса с СЗшки на коврах. И при выбивании обезридил снайпер команды Хероик. На кнопку даже не нажал. Сто процентная инфа, что игрок на банане. Вот единственная позиция, которая могла быть выше на ящичке. Ну, жестко его, конечно, убрали только что. Но я уже думал, что тащит. Но все было на волоске. Да. Поздравляем Фурию с первым раундом. Но, возможно, это просто ресет проигранных раундов подряд. А дальше мы увидим очередную порцию там четырех-четырех, а то и пяти раундов от ребят из Героек. Кстати, вот ты говорил, нужна уверенная работа снайпера. Здесь сразу два появляются. Ксерата и Артуарта. Первый спаун на главку. И он выходит. Пытается отстрелить. Да, будет пикать. Нет? Молик. Стоит. Ну, чисто на прием второй длины он стал и даже не пытается играть как-то агрессивно. Ну, а здесь уже игроки в доме. Здесь уже проходят ковры. И если так еще постоит секунд... Нет, уходит. Уходит. Еще пару секунд бы постоял, мог и в ухо получить из дома. Ну, и вновь обратить внимание на банан от Фурии. Очень пассивно, очень закрыто отдают эту позицию. Кстати, Героек тоже не особо пользуются этим моментом. Да, пока это больше похоже на дефолтик и Юра тащи. Там, где мы ждали какой-то агрессии, действительно плотных заруб, команды эту позицию оставляют абсолютно без присмотра. Итак, четверка команды Героек находится под базой А. Бомба в яме. И это тот момент, который заставляет задуматься. Арт, вот это выстрел. В дыму находит Адама Фрайберга. Красавчик. Это было хорошо. И здесь уже, посмотри, здесь четыре игрока на точке. Оставили АВИК, но... Но интересное решение. Бомба стягивается на плент, и как раз-таки команда Героек отправляется в укрепление Фурии Спорт. Ну, вот из-за того, что банан не занимали, там не могут никак выконуть, даже в меньшинстве. Там одну гранату накинь на Б, уже двух одного ты точно стягиваешь с точки, а пока ты просто идешь на кучу прицелов. Но это жесть. Это вот и ошибочки от Героек. Ну да, четко под флешки работали бразильцы в этом раунде. Асилия назабрали в коврах. Ну и дальше шансов особо не оставляют. Эйбл забирает Мерца. Последний Блейм против четверых. 20 секунд до конца с большой вероятностью постарается сохранить АК 47-й. Ну что, друзья, пора, наверное, на Банан походить. Все-таки Героек там тоже неплохо. Если вы контролите Банан, то все будет шикарно. Идет биться. Куда идет Уэйм? Хотел кого-то, видимо, настрелять. Ну вот, знаешь, не до конца понятное решение. Возможно, это попытка навредить экономике соперника, но слишком рисково. Как батя хотел. И минус дать, и засейвить. Ну, почти получилось. По-прежнему два АВП, два АУГа в руках бразильцев. Сейчас посмотрим, что докупит пятый игрок. Ну и, конечно же, хотелось бы увидеть вот такой вот быстрой игры, интересной, на разные планеты от героя, как они бодро начинали. Два подряд есть. Это хорошие новости для Фурии Спорт. Как бы вот этот взятый форсированный раунд не стал переломным. Там в конце какой-нибудь 16-14. И как раз все вспоминают вот тот самый раунд с пистолетами. Ох, ну посмотрим. Все только начинается. Счет 4-2 за датчанами. Ну, пока что и стак мы видим 1-2-4. Ну, и так же у Сирата и Винни. Слева, знаешь, по пингу, вот глядя на то, как далеко находятся игроки от сервера, то у Фурии 38, у ребят из команды Героик 12. Может, поменяли сервак? Не знаешь? Честно, не знаю, но... Ваш, наш. Не могу сказать, что это не играбельный пинг, это вполне хороший комфортный пинг для бразильцев. Так это вообще, наверное, счастье. Шведский сервак? Интересно. Ну, ладно. Да, не суть дела, но сам факт, что разница в пинге присутствует. Вот, собственно, тот минус, с которого начался успех этого раунда для команды Фурия Спортс. Арт на главке в дыму попадает по Адаму Фрайбергу, а дальше уже разрулили парни большинство. Мерц. Ну, вот и Банан, вот сразу же, сразу же вспомнили Банан, вспомнили про это и Героик, и тут еще и у Распауна у Мерца был. Почему бы не выйти и не щелкнуть? Минус к Серратам, минус один из снайперов. Кстати, заметь, бразилец четко тушил коктейль Болотова, пытался выйти и отстрелить, но, опять-таки же, как ты уже озвучил, нарвался на Мерца, который с первым Распауном контролировал эту агрессию. Тут Арт пытался найти фраги, возможно, хотел там и в дом зайти стрельнуть, подсадку не делали в центре, либо не делают ее вообще. Хотя, мне казалось, сейчас подсмачок можно было попробовать пропикать, но, скорее всего, там бы ожидали. Ну, ладно. Заметь, как аккуратно действует Героик. Сделав первый минус, они не занимали Банан, они не двигались в направлении Апунта, они просто сидят и контролируют. Они ждут ошибок от Фурии Спортс. Да, вот оказаться 4 в 5 в защите на Инферно, это, наверное, тоже одно из самых неприятных, что может произойти в Контрстрайке. Ты начинаешь гадать. Раз за разом ты пытаешься угадать направление атаки, отправив на один из пунтов большинство игроков. И, собственно, в этом моменте Фурия действует немного по-другому. Хотя нет, перед АБ. Ну, там непонятно, куда идет Арт со своим АВП. Нет, все-таки остается в библиотеке. 2 плюс 2. Это самый вот действительно ужасный момент. Здесь просто разменами тебя могут продавить. Ну, а Героик уже определились. Да, пошел фейковать. Вот теперь есть Банан, накинул гранатки Фрайберг и возвращается с ребятами. Здесь уже два ковра готова. Сейчас флешка большая залетает. А где флешка? А, уже полетела. Ну, там ковры уже выходят. Проблемы у Фурии Спортс. Стяжка с базы Банан только сейчас начинает двигаться на помощь. Потеряли уже Эйбла. В пунте остается Арт. Но Арта должны запирать. Вот это то, что мы ждали. Юрих. Да ладно? Как он засейвил? Что вы тут? Понимаешь, проблема в том, что Юрих сделал два минуса, а Арт все это время не мог собраться и сделать хотя бы один. Ну, в итоге 2-1. Ситуация для Вени не самая лучшая. Ой, а он еще и не снайпер. Тут и не первый, и не второй в команде. Да, парень опытный. Опять же, АВП не самый сложный девайс. Любой игрок с него может стрелять. Так, попадает. Так, 16% здоровья. Неужели он найдет его вторым прострелом? Нет. Винни. Винни сейвит АВК. Он тоже понимает. Если вылезет игрок, да, пойду. Не вылезет, пойду сейвить. Здесь все просто. Как же это было близко. Как же это было близко. Но в итоге, дважды промахнувшись, Винни отправляется на сейв. Все, услышал его блэйм. Уже подбирает ВП. Уходят большие пески. Хаешки доси здесь не будет. И вот тебе ответ. Арт, опять-таки же, стабильности этому парню не хватает. Он дважды, а то и трижды промахнулся. Я не знаю. Возможно, даже там было 4 выстрела. Потому что времени, которое дал ему Юрих, было более чем достаточно. Не успевает. Да, он все время опаздывает и по таймингам. К сожалению, Андрей сегодня тоже не твой день. Но, возможно, он себя еще покажет. Пока действительно Мерц, вообще команда героек. Переигрывают снайпера. И не дают ему ничего делать. Причем и одного, и второго. Ну что же, маленький вабанк от бразильцев. Две снайперские винтовки. Фамас, Юмпишка и ЦЗшка. Арсенал девайсов далеко не самый лучший. Точно так же Арт умирает, как в прошлом раунде погибал его тиммейт. Флешка сработала, но у Мерца в нужном месте был прицел, а Арт вышел в том тайминге, как в обычном, как говорится. Ни паузу не сделал, ни раньше, а вот как раз, как обычно и происходит. Не удивил. Не удивил, да. Не самое лучшее начало для Фурии в этом раунде. Точно так же, как и в прошлом. Начинают в меньшинстве, а это всегда сложно. И самое главное, что там дальше парни даже не попытались побиться. Знаешь, все. Вот они потеряли игрока и убежали. Банана. И, в общем-то, вновь он под контролем датских игроков. Ну что, Юрий очередная... Это смешно уже. ЦЗ-шка, Юрий. Третий раунд он здесь набивает фраги. Сколько он убил? Двоих, до этого одного, и сейчас одного четверых с пистолетом. Все время против девайсов. Он вообще может... Это изи-кап для Юрия. Он вообще-то уже может не покупать, а с ЦЗ-шкой. Там давать дропу пацанам и делать свои фраги вот на своем месте. Ну что же, даже несмотря на минус от Юрия на аппленте, моментально герои ворвались на базу Бенни, встретили там сопротивление. И репейк находился на контровском спауне, получил дым и остался отрезан. Без возможности сделать минус. Надо уходить на сейв. Однозначно. Куда тут лезть вообще? Только потерять кучу пушек. А нет, дефюскит и есть. Дефюскит и есть. Неужели бразильцы постараются выбить эту базу? Лучше в следующем иметь все девайсы и сыграть, чем вот сейчас так жестко рисковать. Не по шансам атакуют, но посмотрим. Возможно получится. Четко, банан отрезан, но ворвался. Фрайбер ключевой минус дает. Хотя... Подожди. А тут кто потащит? Дефюс! Дефюс будет, красавцы! Все-таки вы правы, парни, но это был тот риск. Идеально. Ой, какие красавчики, конечно. Знаешь, на самом деле ситуация выглядела просто без шансов для бразильцев. И мы списали их со счетов. Но то, как они распорядились гранатами, коктейль Молотова в темный, дым на кафель. Юр, если честно, я в последний момент, я думал, там один на банане стоит. Было два на банане, один на кафеле. И один в темный, и именно... Вот знаешь... За тройкой не хватило игрока, банально. Одного игрока за тройкой. Все, раунд берется. Для бразильцев все сложилось, что ни на есть, лучшим образом. Возможно, ожидали по джиму спину и хотели, чтобы там была связка на банане. Или думали, что защита не сохранит хотя бы один смачок. Ну, такой себе момент. Очень круто получилось. Знаешь, это был вабанг, и вабанг оправдал себя. Еще обидно в такой ситуации, если честно, сгреть в молеке. Юрик продолжает громить команду героика. Вот Ксерата, герой первой карты в противостоянии против Спирит. А именно на оверпассе. Человек, который настрелял 38 фрагов, пока что собраться не может. Такое ощущение, как будто он потратил абсолютно всю ману. Кстати, Винни такой же. Один, два, один. Так действует тройка бразильцев. Четыре фрага на троих за сколько? За восемь сыгранных раундов. Юрий вместе с Эйблом вдвоем пытаются тащить фурию на третьей решающей карте. Да, 21 против четырех, да? Да. Нормально там связочка работает. Ну, вот вообще, если бы не Юрий, можно было просто вот... Кью, знаешь, опять-таки же, вот вспоминая вчерашний игровой день, было много вопросов к Юрочку. Но сегодня, особенно после той статистики, которую ты озвучил, это, ну, заставляет задуматься и присмотреться к этому парню. Возможно, заберут. Это потенциальный новичок для команды СК, если, опять-таки же, кто-то из парней не сумеет себя реализовать. Тем временем выход на главку. И, опять-таки же, быстрая атака от героика в направлении Аплента сработала. Ну, там Эйбл остается, да, дает минус. И отлично выпадает, вот Эксерат дает свой второй фраг. Вот эта ответочка. Три в пять начинали раунд ребята из фурии, но в какой-то момент бразильцы собрались, и действительно сумели справиться с этой атакой команды героек. Ну что, бомбу занесли, конечно же, Аси Леон. Ну, попытается, конечно, сыграть клатч, но это будет непросто. Бразильцы потихонечку возвращаются в игру. И это хорошая новость для нас с вами, потому что третья карта. Мы хотим больше борьбы и больше интереснейших моментов. Ну, знаешь, у них был переломный момент. Нет, обычно достаточно одного такого момента. У бразильцев было два. Это выбивание, до этого взято экономически. Это то, что может сломить команду героек. Уронить их моральную составляющую, и даже их воднокровные скандинавы после такого могут не собраться. Ну, опять же, там героики, я думаю, будут тоже неплохо защищаться. Мы увидим Мерц из его АВП. Возможно, поувереннее будет отыгрываться Банан. И там тоже будет очень важно стартануть хорошо Фурии за атаку. С выигранной пистолетки, там не отданного форса. Желательно первый оружейный протащить. Тогда реально будет... Может быть, не так все и сложно в этом матче. 4-0 начиналась карта Инферно для команды Фурия Спортс. Сейчас счет 5-4, они по-прежнему позади. Но этот раунд может все исправить. Экономически у героек только пистолеты. И тот самый шанс для Фурии Спортс без каких-либо проблем. Стабилизировать экономику, сравнять счет на Инферно. И попытаться уже в следующем раунде выйти вперед. Так, небольшие перестановки у Фурии. Винни с Аугом в Соло сейчас. Соло будет удерживать? Одного оставили на Банане. Наверное, нет полного понимания, что по закупке у героек в этом раунде. Поэтому настолько рисковое решение. Двойное укрепление в коврах. Ну, опять же, не новое. Возможно, все понимает. То, что игрок с Аугом здесь спокойно отконтролит этот выход. То, что, возможно, это либо 2к раунд, либо что-то около того. Кстати, знаешь, что делают сейчас герои? Они сбивают игровой темп своего соперника. Да. Они просто выдерживают паузу. Они заставляют сконцентрироваться на, ну, абсолютно пустых позициях игроков защиты. Все внимание. То есть вот ты ждешь, ну, когда же, ну, когда же. И это время, потраченное впустую. Это на самом деле, ну, огромное количество потраченных сил. Просто отхалдили, обсудили, что делать дальше. Там лишнюю паузу можно было не тратить, да. И вот сейчас просто пятером попытаются проломиться через смоки на точку. Ну, посмотрим. Так, ранбуст. Второй ранбуст. Это интересно. А ну-ка. Привет, пацаны. Ну, это изи-катка. Перекрестный огонь, организованный бразильцами на базе Б, закрывает без шансов выход от команды героев. Так вот, возвращаемся к истории про Юрия. Я теперь не понимаю, куда смотрел Фоллэн вообще. Что у них там со скаутами внутри страны. Тут сидит пацан, просто убийца. Там один из топовых игроков по показателю по ХЛТВ, а вы все за старое беретесь. Ну, хоть тренера вернули, хоть Зевса уже спасибо. Ну, вот знаешь, наверное, вот тоже неоднозначное решение подписывать игрока, который уже имел шанс заиграть в бразильском коллективе, но им не воспользовался. И реально может быть тоже та же самая история. Будут играть хорошо, вот почти-почти, еще чуть-чуть-чуть, и вот этого чуть-чуть не будет хватать. А тут есть Юрий, который, ну, просто смерть машина. Да, человек, который, ну, пока что... Я понимаю, что не его роли, может быть, другие задачи, другие гранаты там и так далее и тому подобное. Возможно, какая-то личная там история тоже присутствует, потому что, когда вы в одной стране друг против друга играете, у вас бывают всякие истории. Ну, знаешь, это маловероятно. С учетом того, что это какой-то молодой и новоиспеченный игрок, с большой вероятностью вряд ли он успел насолить папе Фолину. Итак, первый минус от арта, это то, чего мы хотели. Да, и вот теперь все-таки будет какой-то быстрый выход сейчас, судя по всему, друзья, на точку B. Они будут дожидаться там каких-то перетяжек, просто небольшой холд. Пошли смаки-молики и начинается выход на двух игроков обороны. Посмотрим, успеет ли третий на хелпу. Ой, как хорошо. Винни, Винни, что ты творишь? Ну, знаешь, долго просыпался Винни. На протяжении огромного количества времени у этого парня был всего-то на всего один фраг. Но как же четко он установил этот выход на базу B. Да, Винни красавчик. Ну что же. А вот и 6-5, а вот и выход вперед для ребят из Фурии. Вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть парни спокойненько могут даже отжать себе защиту. А герои как будто вот после этих ключевых раундов, которые они отдали, как будто вот все, закончилось топливо. Что радует, то что вот сейчас начинает играть именно команда. Если первые раунды в Соляново пытался на себе тащить Юрий, то сейчас мы видим именно командные действия. Раз за разом включаются абсолютно разные персоналии. Опорники Аплента, опорники базы B, опорники мид 2 и все получается. Все, Арт пошел искать фраги, уже сам психанул. Все, пойду пикать, отстреливать по таймингу. Ну, отличная позиция. Я тоже считаю, что вот лонг здесь в CSGO очень тяжелая история для снайпера. Да, можно стоять, но в шарте он будет поэффективнее зачастую. Там обычно все заканчивается одним смоком, второй, который закрывает тебя со стороны Планты. Ты просто вот, вопрос, успел ты влиться от точки, чтобы принять вместе с тиммейтами этот заход или нет? Кстати, что-то коварное придумали героики в этом раунде. Есть огромное количество дымов, постараются с помощью раскидки вскрыть оборону базы А, но вот что-то пошло не так. Винни агрессирует на банане, Адама Фрайберга забирает. Это проблемы, первые проблемы для героиков в этом раунде. Это, учитывая то, что Винни там в соло отрабатывает на точке, продолжает раздавать Сауга, и сейчас идет заход опять же на четырех игроков обороны. Это уже совершенно другая история. Так, ну, знаешь, не торопятся героики, потратили дымы, и при этом, ну, единственное, что сумели сделать, это занять гвавой. Ну, тут, тут, нет, не хватит мощности, просто вот сейчас что-либо сделать на точке, их просто эти девайсы сметут со всех позиций. Вот можно... Ай, не получилось. Два в пленте, один в тюрьме, и стак, ситуацию выравнивает. А знаешь, если за... Нет, не получилось. Да, если бы убил плент... Збериарта в пленте, это было бы очень круто, но как же своевременно пришел Сирата на помощь, осилен. Один на один против Винни, 16% против соточки, ну, это, конечно, изикатка для бразильца. Да, Винни это вообще, по-моему... Он с закрытыми глазами тут разобрался. После того, что он выдал в предыдущем раунде, как он сейчас, стрелил на банане, причем в соло выходит с аугом на банан, это... Там страшно просто держать в Соляново, там даже с авиком, а тут парень на такую уверенность отыгрывает, ну, проснулся. Жесткий Винни. Даже несмотря на то, что, казалось, без шансов должны закрывать этот выход команды героев, в какой-то момент датчане собрались и сумели, ну, скажем так, накалить этот раунд на максимум. Экономику также. Выбивали нормально там, по-моему, под 10 тысяч из своих оппонентов. Ну, и давайте посмотрим, что на этот раз. 3 плюс 2, 2 подсадки, и банан, и мидл, вот это да. Для двух авиков, интересно. Ну, мидл уже не реализован, попытка Ксерата сыграть с ВП на банане. Блэйм. Он должен контролировать это. По-моему, уже видно ствол тут. Нет, не было видно. 17% умерца. Скорее всего, подсадка на клавке сработала. Сработала, просто не заваншотила. Ну, и пока вот что-то призадумались, ребята. Где же драка на банане? Когда же мы увидим какую-то сумасшедшую зарубу? Знаешь, я из того, что увидел, я ни одного ретейка банана не вижу. Юрий, посмотри, что творит. Даже попытки. О, какая беда. Как же залетело из тегу. Юрий Всолянова закрывает выход команды героев на апплэн. Ну, знаешь, атаку похоронил в корне. Fallen, Fallen. Куда ты смотрел? Тут просто... Все было понятно. Восходящая звезда. Просто все было понятно, какого пацана нужно брать пятым. Знаешь, я уже точно знаю, за кем буду следить на мажоре. Во-первых, за командой Фури, а во-вторых, конечно же, за этим молодым дарованием. Хаешечка будет для минусмерс, да. Ксерата четко закидывает трехочковую. Минус 45% для блэйма и минус снайпер команды героев. Ну что, легендарный клач, когда там парни заходят вдвоем без размена на точку, ставят бомбу и потом 2-3 тащат. Но учитывая то, что в спине уже есть игрок. Нет, это изикатка. Просто спину уже зашли на банане и выпили бомбу. Это беда. Почастую закрывает Фурия Спортс очередной раунд за сторону контртеррориста. Вот опять-таки же то, что происходило на оверпассе в какой-то момент. Знаешь, с каждым раундом команда брала я про героев. Раунд уверенней-уверенней. Здесь то же самое с бразильцами. Они взяли два важных и переломных раунда. Это был форсированный бай. И это, конечно же, был раунд, где выбивали базу Б. Вот этот хедшот от Юрия. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как же красиво! Вот сейчас давайте посмотрим, как он повезет. Ну ладно. Не посмотрим. Очередной банан, очередной Винни. Теперь у него как-то все, они уже все закончились. Два игрока остается. Это изикатка. Как? Как так? Вот определенный момент героек. Вот они должны были делать просто флипсайд, я бы сказал. Знаешь, когда нужно иногда. Вот как они делали с пистолетами, вот так же медленно на последних секундах. Но зато в пятером. Зато в пятером. Не получается. Ничего не получается у героек. Несмотря на столь уверенное начало, еще раз напомню для тех, кто присоединился, героек на третьей решающей карте вели со счетом 4-0. И ничего не предвещало беды. А как оказалось по факту, у ребят в атаке есть фаст А. И все. И все. Ну и хорошая пистолеточка. Но опять-таки же это было во многом реализовано за счет стрельбы Ассилиана. Ну что же, поехали дальше. Посмотрим. Все-таки тут бы хотя бы один сейчас забрать. 9-6 все-таки это лучше, чем 10-5. Последний раунд. Первой половины. 4 АК 47-х. Снайперская винтовка. Закупка у героек на последний более чем оптимальна. Очень нужен раунд героек, потому что 10-5, там пистолетка, они выиграли форс, и уже 13-5 счет на табло. И, грубо говоря, ты там в двух оружейках. Знаешь, как говорил один мудрец, 10-5 это не 9-6. Да, да, да. Не, ну конечно, еще жестче ситуация все-таки 9-6 и 8-7. Это самый ответственный момент, да. Вот 9-6 хотелось бы всегда. Так, ну что, драка на банане намечается. Ксерата, снайперская винтовка. Не промахнулся по Адаму Фрайбергу. Ты вряд ли бы промахнулся там так вот. Микрощелка. Далеко не лучший чек от Адама Фрайберга. Старина забыл, как дергать плечиком. Ну и в итоге первый минус для команды Фурия Спортс. Обычно мы видим, как туда флешка на уголок залетает, а тут как-то вот телом... И гранат было более чем достаточно. Вспомни момент, о котором ты говорил на карте Мираж. Что Фурия концовки раунда остается полностью без гранат. И момент, когда героики, не потратив гранаты, ну уже потеряли Адама Фрайберга. Итак, контрагрессия от Винни. Попытка ворваться на кафель. Есть один минус. Ну дальше вроде бы ситуацию героики исправляют. Ну что, 2 в 3 с поставленной бомбой. Ну можно, можно... Ой, хорошая позиция у Арта. Он может очень быстро сейчас ключевой угол... Нет, нет, не проходит дальше. Ну ладно, получает смок и инфы мало. Так, что по гранатам? Есть один коктейль Молотова однозначно. Это темный, который будет гореть. Но там у дачан нет никого. Смок на банан. Молик за тройку, скорее всего. Или в тупик. Да, точно так же оформляют это выбивание. Ну давайте смотреть, куда Молик пойдет. Так, врыв. Да, ну ладно. Это Юрих. Это новая восходящая звезда Южной Америки. Юрий Сантос. Юрий Сантос, запомните это имя. Те, кто присутствуют на данной трансляции. Я думаю, с этим парнем уже, ну скажем так... Познакомились неплохо. Познакомились, да. Познакомились вообще неплохо. И он вообще, по ходу на этом турнире, еще раз себя познакомил. Со всем миром. 20 на 7. 20 на 7. Ну, знаешь, нельзя сказать, что это какая-то феноменальная статистика. Особенно вспоминая счет, при котором у него была, по-моему, статистика 15 на 3 или 15 на 6. Что-то такое. Это было при счете 4-2, по-моему, или 5-2. Что-то в этом роде. Вот у Арта всего 6 фрагов, учитывая, сколько раз там был авик. Это, конечно, не очень хорошо. Но, с другой стороны, он кэп. Его самый главный счет чуть-чуть повыше личной статистики. И стоит отметить, вот эти 6 фрагов, там парочка из них были очень важны. То есть это были не проходные фраги, это был не сбор экономических раундов. Это были действительно раунды, точнее, фраги, которые помогали забирать раунды команде «Фурия Спорт». Но самое главное, что парни перестроились в защите. У них появилась там куча вариантов, там и подсадок. И, ну, конечно, там и смешная история с Юрием, которого из дома так и не выкурили. Это тоже жесткий. Он просто там всех поубивал. Ну что же, вторая половина, третья решающая карта. И мы в шаге от того, чтобы узнать, кто попрощается. С выплеем лок-н-лоут или командой, которая продолжит борьбу за 50 тысяч долларов. Да, с фрагами вообще в этом матче у героев все не так уж и круто. Да, начало было крутое. Там набили они немеренное количество фрагов. А по факту тут за десятку никто не вышел. Все ровненько. Ну да ладно. Ждем, друзья. Ждем вторую половину. Что-то мне подсказывает, что именно сейчас пейсмейкер пытается найти какие-то подходящие слова, чтобы взбодрить тиммейтов. Все, парни, последняя карта, идем гулять. Так? Нет? Нет, он говорит, ребята, мы не будем играть мажор. Нам нужен этот ИВМ. Нам нужен этот ИВМ. Это про героик? Да. Героик, да. А вот фурии? Фурии, в принципе, можно очень быстро закрыть соперников. Опять же, берешь пистолеты, не отдаешь там форс-раунды. Первый оружейный, скорее всего, будет третий. И вот уже 14-5. Так, а покажите нам еще раз статистику Юриха. Просто на него переключитесь. Вот на секундочку. Нет, на него, просто на Юриха. А просто на Юриха? Да. Там процентики будут. Вот мы видим у Истага 22% убийства в голову. Сколько настрелял Юрчик по головам соперников? Миссия невыполнима. Пистолетный раунд. Пистолетный раунд начинается прямо сейчас. Итак, смотрим, что придумали героик в защите. Пассивный вариант. Достаточно пассивный. Два игрока, тройка И. Темная на базе Б. Но при этом попытка агрессировать. На втором миде прощекали мерца. Винни делает первый минус. Рассчитывали то, что снайпер классно раздается пистолетом. И посмотри, что делают датчане. Это попытка угадать. Четверка игроков, команды, героик отправляются на плент. Бросили бы плент, но здесь будет сюрприз. Здесь будет смок и четыре ковры. Смок есть? Нет, здесь будет две флешки. Окей, первая пошла. И вот под эту флешку. А, первый налево повернул. Ну ладно. А как? Как он это делает? Как вообще они это делают? Это просто фантастика. Ему уже хедшот залетел. И тем не менее он поставил. И как все переворачивается. 22% здоровья. Блэйм Флэнте получает в голову. И после этого делает два минуса. Казалось, у него еще прицел на место не стал, да? А он уже выключает одного из бразильцев. Просто это монстр. Жестко, очень жестко. Вот честно. Ну вот это пистолетные раунды. Это как всегда 50 на 50. От провала до потащили раунд. Было вот... Так, подожди, Юрич. Один против троих. Казалось, вы перекрестный огонь. И стэк попадает по голове бразильца. И забирает вторую пистолетку на Инферно для команды героев. Но знаешь, не самые лучшие новости для бразильцев. Проигрывать на третьей решающей карте два пистолетных раунда – это тревожный звоночек. Правда, при этом они лидируют в счете по-прежнему. Ну тут, кстати, абсолютно теперь читабельная ситуация. Бомбы не было. Полный экономический. Сейчас, конечно, героек наформят. По идее, здесь все как раз под контролем Датчан. Три МП девятых, две ЮМП-шки, полный арсенал гранаты. С чем Аркадий Двинни? Это Зевс? Нет, не получилось реализовать задумку. Но на самом деле это могло сработать. Уже полетели там поджимать банан игроки-героек. Так, собрали информацию как минимум по двум игрокам. Немножечко отошли. Врыв на точку А. Здесь уже успел перестроиться Мерц, по-моему. Да, он вышел на позицию. Все нормально. Перекрестный огонь. Фармганы работают. Но здесь должно быть без шансов. Смачно, смачно. От Мерца, конечно, это было. Ну и без потерь раунд для героек. Но вот теперь вопрос, что делать. Надо кому-то избавиться, возможно, от фармганов. Либо это будет раунд под пять фармганов. И следующий на девайсах. Интересное решение. Действительно. Знаешь, мы привыкли видеть какие-то сбалансированные закупки. Там хотя бы один девайс, ну либо два, либо три. В зависимости от настроя коллектива. Здесь пять фармганов. И по ходу на первой оружейный раунд героики так и остаются. А там не было денег, да хотя бы пару эмок взять? Деньги есть. Потому что казалось, что ребята все понимают. У Мерца были деньги даже на снайперскую винтовку. Он остается с МП девятым. Итак, Фрайберг отъехал. Мерц с фармганом замечен и без оружия. Да, это очень редко работает. Вот эти пять фармганов. Три хаешки на банане. И это зеленый свет для фурии спорт в направлении Аплента. Там уже закрыли. Там уже игрок в библиотеке. Там уже игрок контролит арку. И бомба спокойная. Конечно, там на всякий случай дается инфа, что проверяете все. Но, скорее всего, да, все понятно. У тебя делается два минуса на Апленте, и после этого залетает три хаешки на банан. 100% информация. У тебя 100% информация о том, что на Апленте больше нет никого. Тем не менее, бразильцы проверяют до последнего. Возможно, это было две хаешки. Нам бы повтор, если есть такая возможность. Обычно две хаешки не очень хорошо работают. Да, здесь сработало так. Знаешь, мы слышали бум-бум. По-моему, было три. По-моему, три тоже. Если мне не изменяет память, то, что я слышал по взрывам, было три хаешки. Так вот, после взятой пистолетки, мне показалось, парни поймут, что атака не поставила бомбу. Скорее всего, это будет полный экономический. И все-таки пару эмок мы увидим, чтобы остаться в первом оружейном хоть с чем-то. Тут не все так однозначно. С учетом измененной экономики, то, что во втором, точнее, после проигранного пистолетного раунда, ты получаешь 1900 долларов. Это позволяет тебе купить пистолет, это позволяет купить себе армор, это позволяет тебе купить несколько гранат. Форсировать события ты можешь. Просто, наверное, не так качественно, как хотелось бы с установленной бомбой. Ну ладно. Но бразильцы, кстати, этим не злоупотребляют. Вот они чувствуют, что... Вспомни, они точно так же проводили... По-моему, после проигранного пистолетного в первой половине, они точно так же проводили эко и закупались в третьем. Или... Не точно, не точно. Проверяйте. Ну что, у героев за счет того, что не тратились в прошлом раунде, деньги остаются, причем денег более чем достаточно, появляется снайперская винтовка, оставляют два фармгана, ну и докупают еще два девайса. В первой половине там же было 4-0. Ну и там был полный экономический, да, третий оружейный. Но об этом попозже. У нас небольшие размены в шарте, фурия в меньшинстве. Кабра и Фрайберг должны забирать. Так, а вот если Фрайберга заберут, это 2 в 2. Нет, а там хоронят Юриха. Арт один против двоих, два фармгана, но с большой вероятностью... Бомба поставилась. Хотел сказать, не даст нас так поставить бомбу, но буквально доля секунды этого сделать бразильцам не получилось бы. Так, друзья, вот статистика, которая была раунд назад. Посмотрим дополнительный скорбор... Борт в этом замечательном сайте HLTV.org. И что нам говорит Мерц. Стартовые дуэли 5-2 статистика. У Фрайберга 1-5. Вот у него как-то было все не очень хорошо в первой половине по этому показателю. Ну, а у ребят из Фурии там как раз кто в плюсе. Это Юрий 2-0, 4-2 Винни, Эбл 0-2, 1-2 Ксират, Арт 4-2. Кстати, он тоже выиграет свои дуэльки. Пока что. Но фрагов при этом у него не так уже много. Но все же вот когда надо, он собирается. Итак, не сработала быстрая атака в направлении Апунта от Фурии Спортс. Теперь попытается разыграть что-то более медленное и стабильное. Про Юрия ты спрашивал. АДР сейчас 115. Ну, кстати, это хороший показатель. За 20 сыгранных раундов у тебя 115 АДР. Это мощно. Ну что же, энтрикил от героек. Немножечко залетело Юрий. 56 хп остается. Ну и очень быстрый выход на точку Атом. Два игрока, большие пески и плент. Смотрим. Ну, кстати, должна быть информация у ребят из героек по проходу по зелени. Так, а что делать дальше? Да, увидели большие пески, увидели Фрайберга. Есть по нему информация. И подозревают, что кто-то в пленте. Теперь посмотрим. Захолдились. Ждут Арта. Ну и Арт Сковров, возможно, как-то там сейчас поможет ребятам. Ему, по-моему, Молик закинули. Так, прочекали уже и Мерца. Есть инфа и по второму игроку. Успевает Иосилион сюда подтянуться на помощь. Ну и что, начинается выход. Три шорта и Арт на коврах. Ну, готовы вроде бы. Да. Да, герои готовы к этому выходу. Вау. А вот это интересно. Правда, количество здоровья оставляет желать лучшего. Два в два ситуация. 8,1% здоровья у игроков Фурии Спортс. Да буквально одна хаешка в плент. Сейчас все может зарешать. Но есть только смок. Минус от Блейма. 1% у Эйбла. Ну, только невероятные минусы. Смена девайса. Это АВП. Здесь шансы появляются. Первый минус есть. Будет ли второй? Эйбл? Не успел. Четко продавил из стэг последнего бразильца и забрал очень важный раунд для героя. Был бы снайпером, возможно, бы забрал соперника. Вот статный снайпер бы не потерялся в такой ситуации. Дал бы на узумчик парню, мне кажется, за ящиком. Ну да, опять-таки же, наверное, нехватка практики со снайперской винтовкой стала ключевым моментом в этой ситуации. Хотя сложная ситуация. Он дал выстрел, попытался замансоваться, но он, к сожалению, не выстрелил. Ну, знаешь, классика, жанр. Первая карта. Фурия забирает, забирает уверенно. Геройки делают это еще более уверенно на выборе соперника. Ну и третий решающийся. Здесь настоящая драка. Да. Мне этот вариант больше нравится, чем, знаешь, допы первая карта, допы вторая, и потом на третьих кто-то кого-то в хлам. Обычно там 16-0, 1-2-3, вот что-то типа там. Здесь интрига жива до последней капли крови. Итак, экономический раунд от Фурии Спортс. Закупка от героек. Ну, вроде бы есть какой-то коварный план у бразильцев. Огромное количество гранат. С большой вероятностью это будет попытка продавить базу Б, отталкиваясь от позиции четверых игроков команды Фурии. Находятся в яме. Мерцы возвращаются. Там засвичили позиции. Снайперов все-таки поставят сейчас на точку Б. Он вот-вот по таймеру четко заходит на помощь игроку на банане. Да, будет, скорее всего, ретейк банана, что ли? Или фейк все-таки? Давайте смотреть. Не попал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какой обидный промах. Вот эта граната может стать ключевой в этом моменте. Правда, в ответочку залетает коктейль Молотова. И это шансы. Дым. От Мерца попытается... Вот что здесь можно увидеть? Да, на выходе просто ловится. Выходящего под ближней стенкой? Тут 40 секунд и конца раунда. Ему нужно просто нажать выстрел даже. Попал, не попал. Накинуть флешку и убежать в точку. Тут уже атака... У них уже четвертый почти наун. Такой полупозиции. Стоит в арке. Ждет инфы от Мерца. Окей, надо вернуться к Мерцу на всякий случай. Так, первый минус есть от Мерца. Забрал Эйбла. Что же дальше? Бомба, бомба. Сейчас игрок с бомбой там ее отдаст. Это будет вообще печально. Но нет, остановился. Это двойной фейк? Раскидка Аплента? Неужели? Не сработает. Как-то... Ну, я что-то не понял. Что пытались показать нам бразильцы в этом раунде? Попал. Да, 20% здоровья остается у Арта. Попытка установить бомбу, но это без шансов. Чистый раунд для команды героев. Что слишком сложное было вообще в исполнении Фурии. Там какой-то гениальный раунд пытались нашифровать. Примудрили. Но получилось очень, да, печально. Вот есть же замечательная фраза «Простота – залог успеха». И в этом раунде бразильцы попытались сыграть сложно. Ну и на деле реализовать даже этого близко не получилось. Не забываем про промокоды. Используем. Отправляемся на сайт vplay.tv. Вводим и участвуем в розыгрыше драгоценных девайсов. Ну что ж, друзья, видимо, у нас пауза. Да, говорят, какие-то проблемы у одного из игроков команды «Фурия». Но он реконектится и совсем скоро окажется на сервере и будет готов продолжать эту встречу. Что-то на боткемпе-то, а? Что-то непонятно. Кстати, вот знаешь, были сегодня вопросы в чате по поводу того, как же получать те самые девайсы и как принимать участие в розыгрыше. Вам достаточно ввести этот промокод. Ну и в завтрашнем игровом дне, в его начале, наш ведущий Алексей Костылев прямой трансляции определит, я не знаю, по-моему, сегодня у нас три счастливчика, которые получат снайперские винтовки. Возможно, больше, опять-таки же. Здесь могу ошибаться, но завтра в прямом эфире мы узнаем имена ребят, которые получат снайперские винтовки от компании Виплей. На самом деле стоит попробовать. Конечно же стоит. Может быть, даже и по шансам это даже лучше, чем кейс на мажоре, да? Однозначно. Те кейсы, которые падают на мажоре… У меня последние три мажора просто… Ноль кейсов, да? Я тебе скажу, есть ребята, у которых ситуация гораздо хуже. Есть ребята, у которых просто на каждом мажоре… Есть и такие. По 20. Ну, по 20 – это, наверное, перебор, но… Два-три точно падает, я не знаю, нашим абсерверам… Там три стабильны вообще, по-любому. Залетало. Так, еще раз смотрим хайлайты первой половины, собственно, то, как развивались события. Ну, вот говорят, что легким испугом отделаться нам не удалось. Бразилец ребутает компьютер и после этого должен вернуться на сервер. Ну, это сейчас, вот учитывая, какие компы, это очень быстро. Там винда перезагружается, я не знаю, за 15 секунд, если не быстрее у многих. Ну, и, соответственно, дальше Steam зашел в игру, настройки все твои. Погнали. Ну, должно быть реально быстро. Уже на сервере. Замечательно. Просто замечательно. Кстати, вот сам столкнулся недавно с такими проблемами, когда ты вылетаешь из игры. Ну, вот современные технологии — это что-то. SSD-диски, которые позволяют компьютеру перезагрузиться за считанные секунды и вернуть тебя в игру. Вот раньше перезагрузить комп — это было… Минус пять минут минимум, там, не знаю, десять, пока ввел настройки. Потом пока судья все… Ты пока возвращаешься на сервер, с тебя уже течет пот, ты перенервничал от того, что тебя… Блин, я не помню, как… А, это… Это не то. Это, да, это Dota. Это я переиграл. Это я переиграл в Dota, я помню, когда там было пять минут, чтобы вернуться, и частенько вот после того, как компьютер завис, частенько люди не успевали. Опять-таки же, Dota 2, все это дело пофиксило. Я уже не знаю, что будет на мейджере с этими аугами, друзья. Это будет просто аук-мейджер. Да, действительно, этот девайс находится в мете, и мы увидим огромное количество команд, которые будут обузить ауги, сгэшки, ведь действительно это то, что работает. Да, мета по девайсам сейчас такова. Я уже даже скучаю с этими французскими временами, стэками. Никогда бы не поверил, что я это скажу. Это были больше времена команды Fnatic. Шведско-французские. Да, шведы и французы зажигали, но это была эра команды Fnatic, и тогда Fnatic были на высоте. Ну что же, есть пятый игрок на сервере, бразильцы, ну, наверное, еще затребуют парочку секунд. Кстати, вот тоже момент, который был. Счет 4-0. Бразильцы вылетают в первой половине всем составом, проблемы с интернетом, возвращаются через несколько минут, но это сбивает игровой ритм команды героек. И, собственно, с этого момента начинается камбэк FURIA Sports. Я уже думал, ты троллей хотел покормить, там, скандалы, интриги, расследования, World XA и так далее и тому подобное. Нет, нет, нет. Тут все серьезно. И здесь похожая ситуация. Точно так же вылетает один из бразильских игроков. Определенное количество времени требуется ему, чтобы вернуться на сервер. И это все то, что сбивает игровой ритм команды героек. Ну что же, поехали, друзья. Очень равная борьба на карте Инферно. Никто не играет идеально, ни те, ни другие. Действительно видно, что это уже третья карта. У нас очень равная борьба. Ну и по экономике чуть лучшей ситуации у героек. Но, опять же, они играют в защите. И вы понимаете, это очень быстро. Сейчас не берешь раунд, и тут уже подумают ребята, может быть, им немножечко поиграть экономически. Интересный вариант защиты от героек. Пассивный диффенс на базе B. При этом три игрока находятся на этой точке. Ну а по идее всего-навсего двое. И это проблема, а это ретейк по таймингу. Ой-ой-ой-ой-ой, они сейчас просто могут не успеть. А здесь нет никого. Драка на банане отменяется в очередной раз. Так а фурия... Нет, пошли, пошли. Сейчас занимает центр. Пока что здесь Молотов останавливает. Неплохо работает Мерц. Ждет своих соперников. С больших песков его суппортит Фрайберг. Что это за игра? Пять туда, пять налево, пять направо. Подожди, что они там делают? Так, сможет ли найти в себе силы фурии и развернуться? Ага, все нормально. Или ему это не потребуют? Раскидались, один уходит в ковры. Будет два лонг, два шорта и один на коврах, как я говорил в начале. Очень долго и очень медленно атакуют бразильцы в этом раунде. Ну там у Винни хорошая позиция. Все-таки продавили игрока, который должен там заниматься. И Винни... Ой, Винни, Винни. Винни разобрался, но шансы у героев по-прежнему остаются. Два в три ситуации. Аплэнд под контролем. Фурия Спортс, установленная бомба. Ну и решение от героев. Очень важный раунд. Денег, кстати, не так уже много. И с большой вероятностью датчане постараются сохранить оставшиеся девайсы. Да, сейвят следующие, играют еще на девайсах. А уже дальше деньги закончатся у команды героев. Так, и это отличные новости для Фурии. 12-10, еще один раунд. Берешь, и уже начнутся экономические. Это 13-10. Ну так, берешь следующий, и ты на 14 можешь выйти. Ну знаешь, вот эти паузы... Не знаю, это по-прежнему только теория, но это то, что действительно мешает героикам стабильно отыгрывать. Как в атаке, так и в защите. После определенной серии раундов, вот эти паузы... Я уверен, это не умышленные паузы от бразильцев. Это действительно технические проблемы. Но все же они мешают героикам показывать уверенные контерстрайки и продолжать набирать эту серию. Забывают, что хотели сделать. Да, ну вот такое ощущение, как будто... Знаешь, вот мы на секундочку выключились. И где-то не хватает момента, чтобы раскрутить барабан и вернуться вот с тем же настроем в раунд. Ну что же, друзья, давайте посмотрим, что сделают в ключевых раундах и героик, и Фурия. Уже после того, как они увидели, как играют соперники. Наконец-то мы достались. Тут без шансов. Но есть еще один игрок. Это Бвейм. Два минуса в его исполнении. Он по-прежнему сотый и готов драться со всей командой Фурия и спорт. Фурия устраивает размены. Надо возвращаться назад. Посмотрите на позицию. Эйбла, он сам пошел дальше и нарвался-то на Фрайберга жестко. Да, отыгрывает стабильно опорник Апванта. Адам Фрайберг в этой ситуации хорош. Но сейчас ответит с первой. И это 2-2 с поставленной бомбой. Сейчас нельзя погибать никому из Фурии. Ну вот здесь Фурия должна действовать максимально сваженно. Если потеряют игрока при выбивании позиции Адама Фрайберга, нет. Все четко, 2-2. Ошибка от Мерца. Винни его забирает. Последний Блэйм, по сути, это герой, который в какой-то момент выровнял шансы на победу в этом раунде. Жестко. Адам, конечно, мне казалось, что он чуть-чуть потерял момент. Начал двигаться в тот момент, когда на него вышли. Ну, позиционно он действовал абсолютно правильно. Коктейль Молотова летел за спину. Это был единственный вариант, где он мог делать минус. Но где-то стрельба его подвела. Итак, Блэйм первого заметил. Четко, четко Фурия отрабатывала с гранатами. Коктейль Молотова на проход. И это тринадцатый раунд для бразильского коллектива. Сдаюсь говорить Блэйм. И, конечно же, давайте теперь смотреть на эти деньги. Нет денег. Да. У Блэйма есть сохраненный оказался к седьмой. Да, у него будет плюс тысяча девятьсот. Это четыре семьсот. Хватит на дроп. Но будут ли рисковать героик в такой ситуации? По сути, форсирование событий в этом раунде – это вабанг. Нет, надо сливать. Наверное, надо сливать. И со счета 10-14 пытаться вернуться в игру. Какая же развязка на третьей решающей карте. Давайте посмотрим, как Блэйма теперь будут применять. И второй армор, и диффузы остаются, конечно же, плюс калашик. Ну и сейчас это банан. Запускают именно Блэйм. Этот Винни идет к нему навстречу. Так, АЕшечка. А Винни и Инферно – это совершенно другая история. Мы видим, по-моему, любимую карту у пацаната. Нет, здесь все четко. Один стоял в зоне, которая была вне действия флеш-гранаты. Ну и, собственно, он подстраховал тиммейта. И смотри, долго не думают парни. Просто моментально начинают двигаться в четвером направлении точки бэс. Сейчас приходит хилпа Фрайберга, но все, что понимают, что деньги закончились, и девайс выбьет. Фрайберг с первой пули попадает в голову Винни. Винни как-то не прочеретал ящик. Ну, тут не хватит мощности. Если бы смогли подобрать калаш, то может быть. Но калаш ушел. Калаш на банане. Да. И сразу же они на этот калаш четвером встали. Все, мы калаш никому не дадим, ребята. И это черт. Фурин берет. Еще не берет, но это вопрос времени. Два в четыре ситуация. USP Tactical в руках команды оставшихся игроков команды Героек. Мерц последний против четверых. Эйву позиции известны. Ну и, собственно, Арт его закрывает. 14-10. Последний шанс для Героек зацепиться за карту Мираж. Ну и, конечно же, за борьбу. Я, если честно, в шоке от Героек. Как они вот так сломались. Как вот после этих пистолетов в первой половине все посыпалось. То есть, как оказалось, что у них больше нет вариантов. Даже вот банальное правило. Когда у тебя ничего не работает, ты просто ходишь на B. Просто вот летишь на B и какой-нибудь один из трех пролетит. Хоть там тебе трое принимают. Вы все знаете, что такое B на Инферно. Это не так просто удержать. Знаешь, все-таки Фурия очень симпатичная команда. Да, если честно, я думал, что сейчас опытные герои как их тут скушают на Инферно. Но парни сами... После такого сокрушительного поражения на своей карте, на оверпассе, там, где вас просто унизили, растоптали, отправили в Тартерары... Тут 0-4 начинается карта. Да, вы начинаете 0-4 и просто на характере собираетесь, начинаете тащить каждый раунд. И в итоге имеете, ну, по сути, реальный шанс остаться в живых на нашем турнире и продолжать борьбу за основной призовой фонд. Ну что, парни, грубо говоря, один оружейный раунд. Если не будет сейвов, вот нужно выиграть Фурии. И последнее-то будет делом техники. Сколько будет денег там, получается? 1900. А, нет. Нет, больше. Это серия раундов. Серия ждет у нас уже... Это третий. Это будет, если проиграет, будет третий или четвертый? Он четвертый уже. Ну, короче, будет насыпать, скорее всего, по максималочке. Для Фурии будет четвертый подряд выигранный. 3400 дадут Героикам за поражение в этом раунде. 2900. 1400, 1900, 2400. 2900, да, все правы. Это было бы, если бы это было начало игры. Так, размяна главки, опять-таки же... Нет, уже хорошо. Это размяна в пользу команды Героик. Мер забирает Ксерата. Два красных. Большие пески, посмотри, там три игрока. Фурии Спортс. Ой-ой-ой, если Блейм сейчас хотя бы фраг не сделает, наверное, шансов вообще нет, учитывая ХП Мерца. Ну что, не смотрит даже. Разменчик. Эстага никто не может разменять. Вот это да! Какой важный раунд для Героик. Парни тащат. По сути, там еще был Мерц, который уже крался в спину с ковров. И если бы не эстаг, то Мерц бы точно закрывал. 14.11. Героик продолжает борьбу на третьей решающей карте. И при этом Фурия даже до матч-поинтов не добралась. Я вот сколько раз, смотрите, ситуацию с подсадкой в планете, но сейчас с ящиком в планете, вот, и очень редко видел, чтобы кто-то просто с префом выходил на соперника. Вот, очень редко видел. Ну, потому что там слишком много позиций, которые тебе надо проверять. Ближний, дальний, еще, ну, да, да. Так, агрессия от Мерца на коврах. Пытался действовать агрессивно со снайперской винтовкой, но промахнулся. Грамотно поразили с человеком плечиком и не дал себя в обиду. Так, смена позиций сейчас также будет для снайпера. Моментально тоже отметим, поменял Мерцу. Хоу шел в шорт. Ну, а здесь парни понимают, что ничего нового там за эти 10-15 лет на Инферно не придумали, если еще брать там 1,6, ты забираешь себе банан, и после этого тебе намного проще атаковать, фейковать и растягивать, конечно, эту оборону. Ну, и вообще, если что-то идет не так, ходи на Б. Кстати, вот лучшая команда по итогам 2018 года обожает ходить на базу Б и действительно там громить своих соперников. Итак, в Вейм есть первый минус, посадки забирает Ксерата. Ну, это фейк, судя по позициям первого и пятого. Но очень неудачный фейк. Почему в конце? Почему в конце мы пытаемся фейковать и действовать как-то поодиночке? И очень сложный фейк. Это тот фейк, когда ты запускаешь игрока на точку, а там он всегда может получить. Ну, ладно, посмотрим. Сплит выход на базу Б, ошибка от Истага. Ой-ой-ой, тут все, это минус будет. Вообще даже одного не забрал. Все. А вот и 2 в 5. Это ГГ. Здравствуйте. Это ГГ. Это нокдаун, после которого... Точнее, 3 в 5. Я не знаю. 5 игроков команды Героек. Всего-то навсего 3 у Фурии Спортс. Дефицит времени, и бразильцы делают 3 в 2. Занимают плент, устанавливают бомбу и готовы забрать 15-й. Ладно, там арку убили, да? Так и посмотри, вот знаешь, здесь тупиковая ситуация. Денег у Героек нет. Если они идут до конца на это выбивание и проигрывают его... То они с пистолетами. Они с пистолетами на последний. Все-таки идут, но посмотрим, это... Мерд. Один на один, времени мало, надо сейвить, Алик. Да, дофиски-то были, но, опять-таки же, слишком долго двигались по банану, слишком долго решались на это выбивание. И в итоге проигрывают раунд. В живых остается только Мерд. Кстати, 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 с деньгами не все так хорошо и у Фурии Спортс. И если Героек забирают первый, ну, отыгрывают первый матч-поинт... Ну, у Фурии еще будет запас. Они лишают Фурии экономики. Ну, еще будет запас, еще как минимум один оружейный раунд. Мы точно увидим. Ну, в перспективе. В перспективе. Проведя экономически, да, там будут... Две попытки. Две попытки есть у ребят. Но сейчас просто идеальная ситуация для того, чтобы просто закончить здесь и сейчас. И вот давайте посмотрим. Засейвился Алик. Аркадий Банан. Стоит ли... А ведь все так хорошо начиналось. Два первых минуса. Но что потом сотворили бразильцы? То, что нам не совсем нравилось, но как этими ситуациями воспользовались ребята из Фурии Спортс. А вот тут на Б какая-то беда произошла. Игрок на гробаха как-то полуоткрытый. Последний оказался вообще там в полупозиции. Двое на него вышли. Они почему-то действовали по одному. Паника. Обычно в такой ситуации Алик становится за тройку, смотрит Респ и все хорошо. Да, у тебя как минимум оформляется какой-то перекрестный агоний. Сталет у Фрайберга. Ну, есть пару гранат, конечно. Ну, и Ави, который засейвил Мерц. Так, вот она первая ошибка. Фрайберг погибает на главке. Не сумел перестрелять Арта. А вот Мерц ситуацию исправляет. Вот ищет фраги. Молодец парень. Пошел далеко поджал. Сейчас поменял позицию. Но правда уже... Заметьте, это повторно. К Сиратам, смотри, где. Слышит из тага. Ну, вот здесь Мак-10 против игрока с легким армором. Это изи катка. Мерц последний. Единственный, кто сделал убийство в этом раунде. Снайпер команды. Фурия и Спорт. Эту ситуацию исправить не сможут. Браво, Фурия. Здесь можно только поаплодировать, как они смогли переломить эту игру. И не то, что переломить, а просто жестко собрались и вытащили.